Ну и последнее. Они все-таки помирились. Филипп Киркоров и Марина Яблокова подписали мировое соглашение, которое стало итогом длительных ночных переговоров обеих сторон. Сегодня документ был представлен в суду. Девушка полностью отказалась от обвинения артиста в нанесении побоев. Официальные условия мировой сделки пока не разглашаются, но некоторые интересные подробности уже узнал Александр Бузаладзе. Сегодня еще с утра на заседании Пресненского суда прошла информация о том, что стороны все-таки готовы заключить мировое соглашение. И несмотря на это, здесь собралось огромное количество средств массовой информации. Все, конечно же, ждали появления короля российского попа, но, к сожалению, подсудимый не приехал, а вместо себя прислал адвокатов. Защитник поп-звезды Александр Добровинский прошел в зал заседания суда без комментариев, но уже совсем скоро журналистам стало понятно, ради чего. Собственно, адвокат Киркорова прибыл на предварительное слушание. Минуя процессуальные процедуры, стороны ринулись навстречу друг другу и сразу стало все понятно. Договорились. Напомним, Филипп Киркоров избил помощника режиссера Марину Яблокову на репетиции золотого граммофона, нанес ей телесные повреждения. Киркоров уже успел публично извиниться и раскаяться в собственном поступке, надеясь, что Марина Яблокова не будет подавать на него в суд. Но девушка решила довести дело до конца. Ранее назывались суммы, которые певец предлагал, чтобы дело было завершено в досудебном порядке. Около 10 миллионов рублей и пожизненный билет на все концерты Киркорова. Но Марина не принимала никаких условий, вплоть до сегодняшнего дня. Мы решили сделать этот договор конфиденциальным, хотя в нем нет абсолютно ничего такого, вот коллега подтвердит, что заинтересовало бы прессу всех цветов. Действительно, соглашение заключено, дело закончено миром, инцидент исчерпан и условия как раз не разглашаются. Мы просто говорили давно, что Марина от денег всегда отказывалась. По неофициальной информации, деньги потерпевшей стороне все-таки будут выплачены. Какие, это останется тайной подсудимого Киркорова и истца Яблоковой. Кроме того, кассету, которую никто не видел, но на которой записано избиение девушки, было решено похоронить в адвокатских архивах, но пока не уничтожать. Будет ли это последним инцидентом для народного артиста, неизвестно. В карьере певца уже случалось довольно моментов, которые могли бы поставить точку в его творчестве. Киркорову даже пришлось лечь в психиатрическую клинику, чтобы понять, здоров, что оказалось, что здоров. Фанатам, в принципе, это не важно. Для них главное, что Филипп еще споет. Александр Бузаладзе, Стас Петров, Вести. Не трогай на Филиппа, не смотри.